Вопрос сайта умная школа. Когда учителю дадут возможность заниматься не заполнением бумажек, не улаживанием отношений с родителями, а реальной работой, собираетесь ли вы уменьшить бюрократическую нагрузку на работников образования? Я считаю, что мы можем в течение ближайшего времени, может быть, двух-трех месяцев, в общем, сразу после каникул, в несколько раз сократить объем отчетов, объем трудозатрат на изготовление этих отчетов. Мы просто уменьшим в абсолютном выражении число отчетов, мы будем использовать различные формы современных коммуникаций, отчеты в электронной форме и так далее, с одной единственной целью — разгрузить учителей. Учитель должен тратить свое время на самосовершенствование и на свою работу. Что касается общения с родителями, на самом деле, я считаю, частью работы учителя является общение с родителями. Наверное, не с родителями каждого ребенка нужно общаться, но точно есть какие-то проблемные ситуации, когда учитель должен, обязан общаться с родителями. Я в этом точно, вот в этом не вижу ничего плохого. Я считаю, что это очень важный и обязательный компонент работы учителя. От бумажной, так сказать, работы, от бумажной нагрузки, от этих действительно отчетов нужно школу разгрузить. Я вот был в Питере, спросил у директора школы, сколько отчетов его школа изготавливает. Он говорит, ну, два-три в день. Понимаете, два-три в день. То есть, ну, это, конечно, никуда не годится. В любом случае, количество отчетов будет сокращено, но учитель должен, конечно, профессионально заниматься своим делом. Он должен учить студентов, учеников, учеников, и он должен, я считаю, нормально работать с семьями своих учеников. Я вас правильно поняла, да, потому что это очень важное заявление. Мне вот и на сайт «Умная школа». Да чего на сайт? Когда я в школу прихожу к дочери, первый вопрос, который задает, когда закончат душить нас бумагами? Мы же понимаем, что это полный абсурд. Эти отчеты невозможно прочитать чисто физически. Нет такого количества людей, которые их могут просто прочитать. Вы не представляете, какое количество уловок применяется для того, чтобы эти отчеты как-то обойти и что-то сделать. Здесь, кстати, в школе специальный человек в некоторых школах, который занимается именно отчетами. То есть я правильно понимаю, что к первому сентябрю, да, то есть к первому сентября можно ждать послабления. Я это обещаю. Отчетность будет в разы сокращена. Отлично. Идем дальше. Вопрос из ЖЖ. Мой сын идет в этом году в первый класс. На собрании не только стало известно, что сокращены часы чтения, математики и вообще всех предметов. В школе остается несколько бесплатных предметов, все остальное платное. Английского языка, если это не спецшкола, в первом классе нет. Только за деньги. Вопрос. Сколько обязательных предметов останется в общеобразовательной школе? Сколько предметов станут платными? К чему приведет реформа образования? Цель реформы образования и цель сокращения учебных часов по каждому из сокращенных предметов. Долго нас всех будут держать за идиотов. Как вы считаете, может нам вообще отказаться от общего образования и перейти на домашнее? Раз наши дети и наше будущее вам всем, но тут я не буду уже цитировать, так и спросите, если что. Ну, процитируйте тоже. Ну, здесь, если я скажу безразлично, а вы на сайте сможете прочитать, что именно здесь имелось в виду. Так и спросите, если что, потому что это так и есть, вот утверждает пользователь ЖЖ. Вопросов много. Много. По поводу платного, не платного. Смотрите, я могу сказать следующее. Я вижу нашу будущую школу как место, куда ребенок хочет утром приходить, когда он хочет утром идти в школу. Когда его не надо заставлять... Дети у вас в каком классе, Дмитрий Викторович? У меня двое школьников. Дочка в 10-м, в 11-й перешла, а сын в 5-й перешел. А вот я теперь поняла. Еще одному через 3 года предстоит идти в школу. Вы просто это так сказали с чувством, чтобы ребенок хотел идти в школу, потому что я поняла, что... Ну, это же важно, понимаете. Ребенку должно быть интересно, иначе он не будет, ну, как бы, вкладывать и отдавать свои силы этому делу. С утра тяжеловато бывает, согласитесь. И, кстати, вечером он должен не хотеть уходить из школы, понимаете, даже если там тяжело, даже если высокая нагрузка. Ребенку должно быть интересно. Я хочу, чтобы наши школы были удобными и комфортабельными, чтобы там не было окон, заклеенных, значит, пленкой. Вот мне сейчас, так сказать, в Твиттер там прислали две фотографии. Я разберусь, что это за школа. Этого быть не должно, понимаете. У нас в школах должны использоваться современные технологии. Современные. Потому что дети у нас современные, дети у нас умные. Они хотят оставаться, так сказать, значит, людьми современными. И нам их нужно готовить к будущей жизни, а не к той жизни, которая была 10 или 20 лет назад. Вот в этом моя цель. Я, кстати, как действительно отец двух школьников и еще одного ребенка, которому предстоит пойти в школу, исхожу именно из этого. В этом я вижу и свою цель как министр, и свою цель просто как родителя. Если я правильно поняла этот вопрос, здесь говорится о сокращении определенного количества часов по некоторым предметам. Это важный вопрос. Смотрите, могу вам сейчас сказать следующее, что те стандарты школьные, которые сейчас приняты, они на самом деле закладывают колоссальные возможности для повышения уровня работы школ. Возможности для повышения. Стандарт старшей школы, которого сейчас только что утвержден, он включает в себя 37 часов в неделю, которые будут финансироваться за счет бюджета. Абсолютно бесплатно. Я вхожу в эту группу. Сейчас 36. Будет на час больше. Будет на час больше. Понимаете, поэтому о каком сокращении можно говорить? Цели такой нет, этого делаться не будет. Я гарантирую, что никакого сокращения присутствия государства в школе во всех формах, его не будет. Если в каких-то отдельно взятых школах, допустим, вот такой изрядно выходящий факт будет иметь место, к вам можно обращаться, вы человек интерактивный. Да, напрямую. Пожалуйста. Вопрос от Слона. Нет никаких сомнений в компетентности министра в вопросах высшего образования и науки. Однако, что будет происходить со средней школой? Будут ли продолжаться запущены реформы, нормативно-подушевое финансирование, принятие закона об образовании, вкос и прочее? Будут ли предложены новые инициативы? Какой вы видите школу после реформ? То есть, что бы вы хотели получить на выходе? Ну, вы частично ответили. Я уже, в общем-то, объяснил. Еще раз. Школа должна готовить людей к жизни. Понимаете, в этом основная задача школы. Кто-то пойдет в ВУЗ после этого, кто-то не пойдет в ВУЗ. Но нам нужно готовить наших детей не хуже, чем это делают другие. Я считаю, что у нас есть все основания для этого. У нас дети, я считаю, в общем, очень умные. А что вы слышали самое нелицеприятное о школе от своих детей? Ну, бывает, говорят, что неинтересно. Ну, вот там, скажем, дочка, она у меня совершенно не математического склада ума. Она любит петь, она любит танцевать, она любит литературу, она любит языки. Конечно, у нее трудности возникают с математикой. Это младшая? И с физикой. Это старшая как раз. А, которая заканчивает. Да, да. Ну, вот она жалуется, что много математики. Ну, что поделаешь. Математику надо знать современному человеку. Ну, в этом, я считаю, нет, ничего страшного. Ну, в общем, жалобы такого рода, я считаю, нормальные. Конечно, когда дети жалуются, что учителя с ними грубо разговаривают, например, да, когда дети жалуются на отсутствие каких-то элементарных бытовых условий в школе. Это безобразие, и с этим нужно разбираться в каждом конкретном случае. Но вот обобщать здесь, мне кажется, опасно. Вопрос из ЖЖ. Собираетесь ли вы основательно изменять ЕГЭ или искоренять его совсем? Вот вы про своих детей сказали, я про свою дочь могу сказать. Это первый вопрос, который она попросила вам задать. Отмените ЕГЭ и ГИЭ, попросила моя дочь. Нам вот ГИЭ предстоит, ну и ЕГЭ тоже. Поэтому очень боятся, если честно. И прям вот могу вам сказать, что к ЕГЭ просто начинают готовиться отдельно. То есть не как проверки себя на определенный багаж знаний, а как просто к препятствию, которое надо преодолеть. Никакой собственной проверки это не имеет отношения. То есть это не я готов идти дальше, а это мне надо преодолеть вот этот факт и пойти дальше. Я считаю, что нам, безусловно, нужна в России единая национальная система проверки школьных знаний. Она должна быть национальной и единой. В том плане, что выпускник любой школы на Сахалине, или в Калининграде, или в Екатеринбурге, или в Питере должен проходить через единую систему требований. Требования должны быть одни. Сегодня начали. Требования одни должны быть. Я думаю, что любой здравомыслящий человек с этим согласится. Потому что ненормально, когда в одной школе одни требования, в другой школе другие требования, когда они отличаются по регионам и так далее. А дальше возникает вопрос, как это сделать? Какая система нужна для того, чтобы улучшить вот эту оценку знаний? Какие нужно применять технологии? Какие нужно условия создать? Как сделать так, чтобы не было обмана и жульничества? Вот это всё я готов обсуждать. Но я считаю императивом для себя, что любой ученик, выпускник любой школы в России должен иметь в качестве ориентиров универсальную систему требований. В этом, собственно говоря, залог единого образовательного пространства, которое мы создаём. Может, сейчас рано об этом спрашивать, коротко ответьте. Как вам, например, инициативу, которую многие предлагают, выкладывать кимы заранее, за год вперёд? Я имею в виду содержание. Какую-то базу, конечно, да, отличная идея. Какую-то общую базу, да, да, да. Ну, вы знаете, вот кимы по математике, например, у меня вообще никаких вопросов, значит, не вызывают. И я разговаривал с некоторыми директорами школ и обычных, то есть самых обычных, и физико-математических, в том числе лучших школ страны по разным показателям, именно в области физики и математики. Они говорят, что мы детей на ЕГЭ специально не настраиваем. Если ребёнок учится нормально, если он осваивает нормальную школьную программу, он сдаст ЕГЭ. Он сдаст ЕГЭ по математике. Другое дело, конечно, возникает много вопросов в таких предметах, как литература, например. Что такое ЕГЭ по литературе, нужны ли там тесты по литературе. Но это вопрос, который нужно адресовать профессионалам. Вопрос от слона. А насколько способствовала система образования, та, которая сейчас получению навыков, помогающих выжить и преуспеть в нашем обществе, лично детям Дмитрия Ливанова? Стоит ли цепляться за каркас нынешней системы и лепить временные надстройки и пристройки, или следует медленно, но верно перейти в новое, более прочное и просторное строение, проведя реконструкцию? Ведь 20, даже 10 лет назад ни один учитель не мог предположить, что ребенку или отруку будет доступна информация, какая ему доступна сейчас с подключением интернета. Это будет учитываться? Или продолжим жить на поколении, отставая в учебных планах от технического прогресса? Опять такой очень сложный вопрос. Я отвечу просто. Мои дети учатся в школе, которая ближе всего от моего дома. Мне так удобнее. Я очень хочу, чтобы они поступили в российский университет и учились в России, получили высшее образование в России. Но я при этом тоже понимаю, что российское высшее образование далеко не соответствует мировым стандартам, что весь мир ушел далеко вперед, пока мы собирались с мыслями последние 20 лет и думали, что нам нужно, что нам делать в университетах. И так далее. Поэтому в отношении моих детей все, в общем, довольно просто. Они будут учиться в России, но нужно сделать, мне кажется, не мне, а нам всем очень много для того, чтобы это образование было современным, конкурентоспособным, и чтобы диплом наших лучших университетов был ничем не хуже, чем диплом Кембриджа, или Гарварда, и так далее. У нас есть для этого все в руках. Нам просто нужно двигаться. А технологий должно быть больше в школах? А технологии должны быть другие, потому что действительно в результате информационной революции возникла ситуация, когда знание уже не является чьей-то собственностью. Потому что изначально школа была основана на простом факте, что учитель знает, а ученик не знает. Поэтому задача образования состояла в передаче знания от учителя к ученику. Сейчас уже знание перестало быть собственностью конкретных людей. Любое знание доступно. И действительно, иногда уже ученики знают больше, чем учителя. Поэтому задача учителя изменилась. Учитель должен помогать искать эти сведения. Он должен помогать их интерпретировать. Он должен, возможно, давать свою оценку, но не навязывать ее. Он должен помогать людям ориентироваться в этом огромном массиве информации и сведений. Вопрос от ушей. Имеют ли право русские и русскоязычные школьники, проживающие в русских и русскоязычных городах и селах национальных республик, это касается Татарстана и Башкортостана, изучать свой родной язык в том же объеме, что и дети Москвы по первому варианту планов. На сайте «Умная школа» очень много обсуждается тема русского языка в республиках. Пожалуйста, уточните, собираетесь ли вы заниматься этой проблемой, что вы о ней знаете. Это реально очень горячая проблема в Башкортостане и в Татарстане. Сколько министр Гельмудинов не объяснял, он объяснял, что все равно все могут изучать достаточное количество часов русский язык, но этого недостаточно, потому что все равно будет очень много людей с этим вопросом. Я не очень в курсе этой конкретной проблемы. Могу сказать свою принципиальную позицию. Русский язык – это тот язык, на котором мы говорим, это тот язык, который объединяет нашу страну. И в этом смысле каждому гражданину России, независимо от того, где он проживает, должны быть предоставлены равные возможности освоения этого предмета, русский язык. По-другому быть просто не может. Поэтому если есть какие-то проблемы с русским языком, тут ведь вопрос не только в количестве. Меня, кстати, все время даже несколько смешит, когда мне говорят, что у нас что-то плохо, давайте увеличим количество. Вопрос не только в количестве, и даже не столько в количестве, вопрос в качестве, вопрос в технологиях, вопрос не в том, сколько времени мы чем-то занимаемся, а вопрос в том, как мы это делаем, и какие у нас результаты на выходе. Так вот, возвращаясь к теме русского языка, конечно, каждый ребенок, каждый гражданин России должен иметь равный доступ к возможностям образовательным с точки зрения русского языка. Я гарантирую, обещаю, что если есть какие-то нарушения здесь, с точки зрения равных прав к этому доступу, я их точно устраню. Поездки уже запланированы? В какой регион поедете в первую очередь? Вас теперь везде ждут? Я уже был в Питере, а во вторник и среду на следующей неделе я буду в Северокавказском федеральном округе. Сначала будет большое совещание в Ставрополе, там создается Северокавказский федеральный университет, а потом в Грозном будет большое совещание, где будут руководители образования всех республик Северного Кавказа и областей, и краев с точки зрения подготовки и проведения ЕГЭ. Вопрос из ЖЖ. Как планируется решать проблему, связанную с образованием детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, множественным дефектом, чьи права на образование часто нарушаются, их не берут ни в детский сад, ни в школу? Хотелось бы узнать про специальное образование школ для детей с умственной отсталостью. Их так и будут дальше сокращать? Я думаю, нам нужно создавать условия для того, чтобы дети с какими-то ограничениями если они могут, учились вместе с нормальными детьми. Я думаю, это принципиально важно, поскольку они не должны чувствовать своей ограниченности, они должны быть вместе. И мы знаем, что мировая педагогика идет по этому пути. Есть, конечно, какие-то случаи, когда в силу объективных ограничений такое обучение совместное невозможно. В любом случае, здесь требуется выработка действительно системного взгляда на эту проблему. В этой работе, я думаю, примут участие наши ведущие, медики, психологи, педагоги. Я обязательно буду обращать внимание на решение этой проблемы. Еще раз обращаю внимание, каждый ребенок России, вне зависимости от каких-то других условий, где он живет, какие у него есть проблемы со здоровьем, и так далее, и так далее, и так далее, должен получить равный доступ к тем образовательным благам, ресурсам, которые гарантированы государству. Вопрос сайта «Омная школа». В школах в сентябре оформлялись списки педагогов, нуждающихся в социальной ипотеке. В эти списки по приказу министерства включались только учителя моложе 35. Как же так, пожалуйста, отпетьте, почему педагог, проработавший в школе, например, 20 лет, он тоже еще достаточно молод, ему 40 лет, не заслужил льготное жилье, а девочка и года не проработавшая, ничего еще не добившаяся в профессии, может и не добьется никогда, получит квартиру? Давайте не будем сами себя обманывать. Мы, я думаю, все согласны с тем, что в школе надо быстро решать кадровую проблему, проблему омоложения учительского состава. Ее надо быстро решать. Мы не можем ждать, пока естественным образом в школу будут постепенно, понемножку приходить молодые учителя. Нам нужно сделать быстрое обновление. Поэтому в ближайшие годы мне кажется закономерно, что политика, наша государственная политика будет все-таки направлена в основном на поддержку молодых учителей. Хотя, конечно, с точки зрения справедливости я согласен, что человек, который 30 лет или 20 лет проработал в школе, имеет совершенно не меньше, естественно, гораздо больше заслуг перед обществом, перед детьми, перед государством, чем выпускник педагогического вуза, который 2 или 3 года проработал в школе, еще неизвестно, как он себя через 5 или 10 лет покажет. Получит квартиру, уйдет, например. Такое тоже может быть. А вопрос из ЖЖ. Школа большой конвейер, который должен хорошо работать, выпуская эрудированных, готовых к уберу профессии граждан. И, с одной стороны, надо бы стандартизировать все, единые программы, требования, критерии оценок, чтобы выпускник имел представление обо всем, его аттестат что-то значил, а оценка о нем объективно отражала знание предмета. А с другой стороны, как же без учета индивидуальных способностей ребенка, как без учета его познавательных интересов и свойственного только ему темпа усвоения знаний. При конвейерном подходе нам некогда присмотреться и оценить потенциал ребенка. При этом мы, возможно, губим таланты, не создавая вовремя условия для их раскрытия. Вопрос. Интересны ли вам предложения, как организовать работу, чтобы с минимальными затратами обеспечить одно и не упустить другое? Мне интересны любые предложения. Я об этом, может быть, еще в конце 2-3 слова скажу. Но, возвращаясь к конкретной проблеме индивидуализации обучения, действительно считаю это важным. Дети все разные, и нужно и в рамках одной школы, и в рамках региона города, например, и в рамках в целом нашей российской системы образования создавать условия для проявления способностей и талантов каждого ребенка. Какие средства для этого нужно использовать? Вопрос для обсуждения специалистов. У нас же есть разные школы. У нас есть школы с углубленным изучением языка. У нас есть физико-математические школы. У нас есть другие специализированные школы. В старшей школе вводится профильное обучение именно для индивидуализации. У нас сегодня есть широкие возможности для общественного влияния на жизнь школы. не только с точки зрения управления, каких-то хозяйственных дел, но и с точки зрения формирования, содержания образования в школе. Две трети, так сказать, от общего объема образования является как бы, так сказать, федеральным минимумом. А одну треть будут формировать участники процесса. Вот и давайте это делать. Я просто призываю всех активно в это включиться. И родителей, и руководителей муниципальных образований, регионов и так далее. Мне кажется, уже сейчас максимальные полномочия даны для этого. Нужно просто ими воспользоваться. Вопрос, присланный от издательского дома 1 сентября. Почему так странно происходит слияние школ? По какому признаку объединяют коррекционную, девиантную, продвинутую пару обыкновенных школ в один образовательный холдинг? Почему языковые спецшколы должны перестать существовать? Почему в школах обязательно должна появиться группа детсада, забирая кабинеты из учебного процесса? Директора под прессиком. Учителя молчат, чтобы не подводить директора. Родителей никто слушать не хочет. Про детей вообще забыли. Чего действительно они хотят? Не знаю, как другие округа, но северо-западный округ трясет. Школа стала пешкой в чьей-то игре. Кажется, наверху забыли, что играют с судьбами людей. Слышали про северо-западный округ или еще не слышали? Не слышу. Имеется в виду федеральный округ? Да. Нет, я думаю, в данном случае они имеют в виду, скорее всего, Москву. Москву? Да. Здесь тоже зафиксирую свою общую позицию. Все, что делается применительно к школам, должно соответствовать задаче максимального учета интересов учеников. Мы знаем с вами, что у нас есть школы, где нет ни спортивного зала, где нет библиотеки и так далее, в основном в сельских районах. Что плохого, если эта школа, например, становится филиалом более мощной школы, где можно провести уроки физкультуры, где можно обеспечить детей нормальной литературой и так далее. В этом нет ничего плохого, потому что это улучшает возможности учеников. Я думаю, что при любых слияниях, при любых поглощениях, при любых изменениях структуры школьного образования нужно прежде всего исходить из интересов учеников, а не администрацию школ, не органов управления образованием и так далее. Если мы этот императив будем всегда иметь в виду и будем всегда ему следовать, то никаких проблем не будет. Не могу не спросить, все-таки, раз уж про Москву сказали, а вот что делать людям, что посоветуете? Например, вы же понимаете, что при любом слиянии, ну, возможно, интриги, вы же понимаете. И если такие случаи будут, как вот пишут про северо-западный округ, я тоже про это не знаю, поэтому в качестве вопроса, естественно, будут обращаться в департамент образования Москвы господину Калине. Но если люди захотят вас вовлечь в этот процесс, вы будете вовлекаться? Могу сказать следующее, что одну из моих приоритетных задач на ближайшие месяцы, я не буду это растягивать на годы, будет выстраивание системы коммуникации с теми людьми, которые заинтересованы в развитии образования и развитии науки. Я эту систему условно называю открытое министерство. Мы сделаем так, чтобы для каждого человека, у которого есть либо идеи относительно того, что нужно сделать, либо есть какие-то конкретные предложения, либо есть жалобы на то, что происходит, будь то ученик, учитель, будь то студент, будь то преподаватель вуза, будь то научный работник, родители, кто угодно, чтобы они могли высказаться и были уверены, что их мнение будет услышано. И вы будете отвечать? Я не буду, естественно, в силу естественных физических ограничений отвечать всем и каждому. Но когда это будет выпивающий факт? Естественно, по всем случаям каких-то чрезвычайных происшествий, по всем случаям нарушения прав, прежде всего детей, я буду принимать жесткие административные решения. Но в целом, мне кажется, важным, чтобы мы действительно создали систему взаимодействия с обществом и с экспертным сообществом, то есть с профессионалами. Вот это принципиально важно. Я уже дал все необходимые поручения. Мы в течение двух-трех месяцев обязательно это сделаем. Я не просто это сообщаю нашим слушателям и зрителям. Я прошу вас активно в этом участвовать. Всех. Для меня это важно, как для министра, поскольку мне крайне важна обратная связь. И в общем, все решения, которые мы будем принимать в любой сфере, за которую мы отвечаем, будь то школа или высшее образование, или наука, мы будем делать с учетом этой обратной связи. И последний вопрос. Меня очень удивляет то, что мы много говорим о тестах, которые позволяют интегрироваться в баллонскую систему, но при этом не проводим обязательных тестов по английскому языку. А ведь именно без него невозможно интегрироваться в мировую систему. Это то, как раз о чем вы говорили. То есть мы де-факто учим английский язык, а на выходе не факт, что школьники вообще им обладают в достаточной мере для того, чтобы общаться или переходить, учиться в западные вузы. Как вы считаете, очень важный вопрос, нужен ли отдельный ЕГЭ по английскому языку? Ну он же сейчас есть. Сейчас его нет. ЕГЭ по английскому нету? Ну как нет. Нету? Есть. Он просто необязательный. Может быть, речь идет о том, чтобы сделать его обязательно. Да, должен ли быть ЕГЭ по английскому языку обязательно? Об этом подумаем. Мы не можем вот этот перечень обязательных ЕГЭ расширять, потому что я очень часто слышу, что нужно обязательно ЕГЭ по физике, потому что там, скажем, на технические направления подготовки обязательно физика, обязательного ЕГЭ нет и так далее. Сейчас есть идея о том, что нужно обязательно ЕГЭ по английскому. Наверное, есть еще и другие предметы, в отношении которых какая-то часть образовательного сообщества выскажет аналогичное пожелание. Давайте просто будем относиться к этому, значит, спокойно. Я не уверен, честно говоря, не уверен, что каждому выпускнику российской школы обязательно хорошо знать английский язык. Может быть, не каждому. Может быть, только тем, кто заинтересован в этом и хочет. Могу сказать про свой личный опыт, поскольку я все-таки был ректором Инженерного и Технического университета, а для инженеров, я считаю, английский язык принципиально важен, потому что это обмен научно-технической информацией, это обмен знаниями о технологиях, это просто коммуникация со своими коллегами по всему миру, которые необходимы для того, чтобы инженер мог эффективно работать. Мы сделали для всех наших студентов-бакалавриата уникальную программу по английскому языку. Это 8 часов каждую неделю на протяжении 4-х лет. Из них 6 часов в аудитории, 2 часа самостоятельно, причем на уникальной технологической платформе, где в конце международный тест IELTS, то есть кембриджский, английский тест, то есть никаких нет экзаменов, просто тест, и ты, значит, проходишь его, либо нет. Но если ты прошел, ты можешь дальше с этим тестом прийти в любой университет, в любой точке мира, где требуется знание английского языка, а это требуется везде. Если ты его сдал на соответствующем уровне, скажем, 6,5 или 7 по этому IELTS, то да. То есть ничего больше, никаких дополнительных усилий не нужно. Конечно, не все 100% наших студентов на этом уровне сдадут, но какая-то часть точно, и у них уже будет хорошая стартовая площадка. Я сторонник изучения английского языка, максимально широкого, потому что английский язык сегодня — это тот язык, на котором мир общается внутри себя. Это язык экономики, язык науки, язык политики, язык дипломатики, язык культуры и так далее. Но, наверное, не каждому нашему гражданину сейчас, именно в 2012 году, нужно знать этот язык в совершенстве. Продолжение следует...